Хоба! Привет! Опять с вами доктор Влад и опять я не могу удержаться, чтобы не ответить на вопрос Даже не вопрос, а утверждение одного из комментирующих Вот у меня был ролик и статья, как выбрать нового президента И мне один товарищ Андрей написал Впереди мрак, грязь и ничего человеческого Ну, в общем-то, он правильно пишет Но дело в том, что я так не считаю, вообще-то говоря Потому что мрак, грязь и ничего человеческого уже было Вот даже уже было, не сейчас, а уже было Вот мне тут еще я повыше поднимусь И вот один парень, Игорь его зовут, написал Помню, как в 2008-м меня впервые вывезла девушка за границу Долго упирался Это на мой другой ролик Не нужно ехать в Америку в турпоездку Потому что плохо потом будет, когда вернете Ну, так вот, долго упирался, ибо был отъявленным патриотом Согласился, был в Польше три дня Когда вернулся в Раху, был шок Ходил и думал, почему я раньше не замечал такое количество дегенератов Грязи, дикости, грубости и отсталости 2008 год, да? Сейчас 10 лет прошло Ребят, вот у меня, знаете, какие ассоциации очень интересные? Я весь такой вообще вот в ассоциациях Всегда поэт, потому что надо будет стихи как-нибудь почитать К черту эту политику Ну, договорюсь этот ролик Вот смотрите, когда крысы заводятся на корабле, да? Вот, их в одну бочку, значит, несколько штук поймают, да? В железную бочку посадят Кто выживет из них, остальных всех соживет Тот самый сильный, да? Вот сейчас в России, да? С Россией то же самое делает мировое сообщество Вот смотрите, я не зря говорю в февраль Вот тут кто-то пишет, что в феврале ничего не будет Будет В феврале опубликуют какие-то фамилии, да? Вот, их не пустят больше в Америку Заблокируют их счета И они останутся в банке Вот в банке В банке имеется в виду железные банки Со своими банками денежными, да? Они останутся в России Будут друг друга грызть И вот я опасаюсь, что Когда вот они так вот останутся все вместе Вот тут самое такое что-то такое и начнется И вот я Как-то я уже один раз писал ролик Что вряд ли Россия может применить ядерное оружие Там и так далее Потому что у них там Значит, свои Как говорится Родственники Там, жены Дети И так далее И тому подобное Когда крысе в банке Годятся последние средства Понимаете? Вот что я Я боюсь И, наверное, мировое сообщество Тоже это понимает Американцы Тоже это понимают Потому что Давным-давно Можно было сделать Все, что угодно Там Вплоть до того Что интернет отключить Весь же интернет На Америке держится Вот И я боюсь Это все Вот уже 10 лет назад Было Да Грязь Алкогольки И так далее Вот А сейчас Вот я лазю По интернету Смотрю Все больше и больше Людям просто Просто нечего есть Просто нечего есть И уже Вот я тут кому-то написал Что даже уже и стрич Уже овца голая стоит Уже вот этим богатеем Миллиардером Да Уже стричь нечего Совершенно Вот Уже Уже не с чего Уже и нефть Особо никому не нужна Вот А в России Посмотреть Кто где работает Вот кто-то пишет Вот у нас Говорит Семь заводов было Ну райцентр Какой-нибудь Да И они все закрыты Где люди работают Непонятно Ну какие-то бумаги Переписывают Ходят Что-то продают Я им посоветовал На вокзал сходить К приходу поезда Там Уже давно Вот я Когда я был В России Последний раз На вокзалах Всегда в райцентрах Собиралась Там полгорода Собиралась Продавали картошечку Огурчики Если лето То яблочки Что-то такое Прочее Вот А как-то люди Подторговывают Как-то выживают Вот А кушают то Что на огороде Что Бог послал Ну ладно Вот у меня такая мысль была Я вас ознакомил Что грязь И все такое прочее Это уже мы проходили И что будет Ну Посмотрим Мне кажется Уже месяцы остались До какой-то развязки Вот Что-то в какую-то сторону Двинется Ну дай Бог Чтобы в хорошую сторону Хотя в это В общем мало кто верит Наверное вы тоже не верите Всего хорошего С вами был доктор Влад Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok